Всем привет, с вами Закупыч и решил я снять распаковочки вот этих легендарных волчков Космо Валкирия и Визард Фафнер. Все эти волчки вы можете купить в магазине ParallelDeficeOK.ru. Там же будет турнир 7 июля. Жду всех на турнире. Ссылочка на турнир. Давайте оставляйте свои заявочки. На турнире как раз мне подарили еще вот такую арену. Арена ТСБ, по-моему. Ее тоже можно купить в этом магазине. Она такая малюсенькая. И я предлагаю сегодня как раз мы их протестируем на маленькой арене. Потому что на большой арене ее уже тестировал много раз, а на маленькой ни разу. Поэтому мы ее пока убираем. Приступаем к распаковке этих красавчиков. Кстати, пока я буду делать распаковку, вы пишите в комментариях, за кого вы болеете. Кто, по вашему мнению, самый мощный? Космо Валкирия или Визард Фафнер? Это, я так понимаю, Фафнер 5 же, да? Бог какой он. Шикарный. Что тут вообще написано? Написано. Ну, вроде ничего такого. Смотрите, у него наконечник, как у Геркулеса похож. Ну, по рисунку. А здесь... А, здесь он составной такой. Ладно, открываем. Ну и все эти валчики от компании Flame. Поэтому, смотрите, комплектация практически одинаковая. У Космо Валкирии идет вот такая ручка. Опа. С колечком. Видите, как типа Слинкшок что-то напоминает. Ну, от Хазбро. Оп. Ну, вроде неплохо. Во всяком случае, вот эти ручки служат дольше, чем метчики почему-то. Ну, у USB, у Flame, не знаю. На Космо Валкирии вот такие наклеечки идут. И вы только зацените, как это все смотрится. Пластик, кстати, хороший. Мне все нравится. Давайте будем пробовать ее собирать. Здесь это вставляется как... А, вот. Сюда вставляется металлический диск. Потом вот эта штука должна защелкиваться. Вот так. Нет. Так. О, вот сюда. Ага. Надо открыть. Или закрыть. А, нет. Сейчас надо закрыть. Вот все, она зашла. И теперь защелкиваю. Раз, два. Все. Зал защелкнулось. А почему такая красная? Она в натуре какая-то Космо. Здесь она прям вся красная. А здесь она какая-то желто-красная. Ничего не понятно. Металлический диск номер 11. Вау. Такой тяжеленький. Выглядит тоже суперски. Одеваем его сюда. И наконечник. Что же тут у нас за волшебный драйвер установлен? Я так понимаю, когда он будет крутиться, он должна приподниматься? Тут как будто бы что-то перещелкивается вот здесь. Да, да. Смотрите, когда он будет крутиться, он будет приподниматься чуть-чуть. Видите? Здесь эта пипка ходит. Очень мощный. Напоминает прям этого. Эйс Драгона чем-то. Надо будет их как раз посравнивать. А, закручиваться должна у нас куда? Влево или вправо? А, вправо закручивается. Все нормально. Плотно застегивается, кстати. Интересно, кто из них будет сильнее. Да, во. И вот так она выглядит. Но что-то, мне кажется, вот это не отсюда. Она не должна быть красная полностью? Или тут какого-то диска не хватает, что ли? Но выглядит она не как на рисунке почему-то. Странно. Так, с ней мы разобрались. Теперь давайте разберемся с Визард Фафнером. Ручка идет точно такая же, только другого цвета. Видите, пускалка. Ой, она еще не защелкивается. Да. Она тут не защелкивается ни разу. Как-то она сидит плохо. Ну, я ручку уберу. Кстати, мне все советуют без нее запускать. Типа говорят, что лучше так. И Фафнер у нас крутится в другую сторону, влево. Поэтому, да, она вкрутит его влево. А там вкрутится вправо. Наклейки. Наклейки в комплекте с Фафнером. Знаете, какая прикольная солнышко-мордочка. И собираем этого красавца. Что это? Это можно вынуть отсюда? У него дополнительная рама. Уже... А, она что, не снимается отсюда? Да, смотрите. У него дополнительная рама. Она будет крутиться. Она как бензопила. И она интегрирована прям сюда. Металлический диск R. Команда R. Летит на помощь. И собрать бы как мне его правильно. Чтобы вы потом не писали в комментариях, что я неправильно собрал. Вот так одевается. Вот так. Ну, это прям похож на Фафнера. Прям классический. Так, эти штуки надо здесь зажать наоборот. Вот так. Потом вставляю и разжимаю беленькие. Видите? О, все. Вау! Вау! Интересно было бы сравнить его с Токартоми. Я видел на турнирах пацанов с Токартоми. С такими волчками. А, вот. И самое главное. Волшебный фафнерский драйвер. Что он умеет делать? Он что, ничего не умеет делать? Судя по всему, ничего не умеет делать. Крутится? Нет? Нет. Он вроде ничего не делает. Вообще ничего не делает. Странно. И закручиваем его в левую сторону. Опаньки. Ну, как-то он слишком. Мне кажется, он будет взрываться. Слишком легко. Слишком слабая пружинка. Да. Слишком легко ходит. Вот этот намного мощнее. Я думаю, что Космо-Валкирия должна его победить. Ну, сейчас будем проверять. Ladies and gentlemen. В левом углу ринга. Фафнер! А в правом углу ринга... Космо-Валкирия! Да начнется битва! Fight! Фафнер! Ого, нифига он как крутится. О-о-о-о, полегче. Да, как я и говорил, смотрите. Ого, ничего себе. Ты что, кидаешься? Космовалкирия просто раздрубил ее. Возможно, конечно, это причина, что арена такая маленькая. То есть они здесь встречаются прям часто. Но давайте сейчас я запущу наоборот. Сначала запустим Космовалкирию. Так, Космовалкирия. Ты у нас идешь сюда. А ты у нас идешь сюда. Ну, что-то фахнет, фи, фи, фу. Пока меня не надо, ой, что-то упал. Так, хоп. Это у нас, опа! А это у нас вот. Что тут с этой пускалкой, она прям вообще крутится. О, сейчас все четко запустил. Маленькая арена, максимальный контакт, бесконтактный бой. Кстати, они очень мягко бьются, у них очень такой пластик мягенький. Поэтому слышите, послушайте. Ну, хотя, возможно, вы не слышите, потому что сейчас у меня работает кондиционер в квартире. Потому что на улице жара плюс 33. Да, это жестко. Интересно, у вас жарко? О, посмотрите-ка. Сейчас я запустил по-другому. И фахнер, можно сказать, победил. Хм, надо делать перезапуск. Ну, вот эта пускалка, она прям странная. Она запускается? А, все, я понял. Это обычная запускалка. Просто, когда запускаешь фахнера, у него начинает крутиться вот эта штука. Прям такой звук стоит вообще. Прям как пила крутится. Ну и да, сейчас он почти взорвался. Ну, зато сейчас победила. Все, короче, первым надо запускать космо-валкирию. Валкирия! Фахнер! Ох, 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 маленькая. А знаете, маленькая арена тоже прикольная. Она не занимает много места. А то у меня уже ставить арены некуда. А так, смотрите. Все компактненько, они бьются прям плотно-плотно и быстро идут бои. И на удивление, неужели Валкирия сейчас будет побеждать? Судя по всему, да. Или нет? Вообще, непонятно. Ну, опять Фахнер Морской победил. Но. Что, взорвался она? Ну, почти. Она снова почти взорвалась. Она вот так стояла, смотрите. Вот так. Так, ладно, давайте третий, последний раз. И, кстати, пускалки. Пускалки у Флэма мне даже больше нравится. Сейчас я только запустил наоборот первым. Фахнера, интересно, получится. Пускалки у Флэма вообще зачетные. Так, то есть, получается, у нас сегодня Валчики от Флэйма бьются на арене от СБ. Так, кто же сейчас победит? Сейчас вот прям, кто сейчас побеждает, будет чемпион. Так, смотрим внимательно. Я прям смотрю. Ну, опять можно сказать, Фахнер прям на один оборот перекручивает. Хотя, они прям одинаковые. То есть, я мог бы сказать, что это ничья. Но Валчики оба офигенские. Давайте их с другими посравниваем. Возьму-ка я свои любимые пускалочки, которые в красном и белом Валчики купил. Кстати, мне там многие написали в комментариях, где Валчики из красного и белого. Я показываю, что одна из них крутит влево Валчок. Но нет, смотрите. Это крутит вправо. Видите, вправо. Вправо крутит. И это крутит туда же. То есть, никто там влево не крутится. Все крутятся вправо. Видите, друзья? Все крутятся вправо. Не надо там писать никаких глупостей. Я вам все правильно говорю. А то все... О, закупоч, ты не шаришь. Все, я шарю. Так, хоп. Установил сюда. И кого же мы возьмем? Давайте возьмем Чозет Ахиллеса. Ахиллесик, иди сюда. Сможет ли он одолеть Космо-Валкирию? А, я забыл, что он на таких пускалках не любит держаться. Да. Все, иди нафиг. Вот у меня бесит этим. Так, кто у нас тут? Император Фарнеллс. Ну, короче, я буду брать. Давайте пять волшков возьму с одним, посравниваю пять волшков с другим. Император! О! Император! Что за фигня? Император! Космо! О! Пошла жаришка! Жаришка, жаришка! Кто же победит? Император? Или же наша Космо-Валкирия? Космонавстическая! Наверное, я думаю, если космонавты летают в космос, то они берут именно этот волчок с собой. Если интересно, среди... Оу! Ничего себе! Такого я точно не ожидал. Оу! Это взрыв! Император Фарнеус проигрывает. Такое редко бывает, кстати. Крутая-крутая Космо-Валкирия. Уже это, наверное, один из моих любимых волчков. Давайте проверим Леопарда против него. Чик! Леопардиус! Ой, скачила. Космосила! Сила космического лебедя! Так. И что же мы видим? Что-то, мне кажется, Леопард проигрывает. Но он, конечно, потерял немножко своей скорости, потому что я запустил его вторым. Ну, новичкам... Новичкам я всегда даю фору. То есть, новичков я всегда запускаю последними. Да. Побеждает. Наша Космо-Валкирия пока не побежденная. Найдется ли волчок, который сможет ее одолеть? Как вы думаете? Давайте-ка попробуем против него нашего любимого воздушного рыцаря. Ай! Космо! Ой, а только сейчас... Ого, тихо, тихо! Это воздух против космоса. А в космосе, как говорится, воздуха нет. Так что, я думаю, космическая Валкирия или Вальтраек, как ее можно назвать еще. Вальтраек и Валькирия это одинаково. Называйте, как хотите. Да, и вы посмотрите, она побеждает. Космическая побеждает. И она вообще практически не хочет взрываться. А этот чувак у нас все проигрывает. Уже три волчка она одолела. Неправильный гибрид фениксов. Я даже не знаю, как его назвать. Есть правильный гибрид, когда кольца по-другому стоят. Феникс! О, он уехал ко мне в ногу и начал понагидеть по пятке. Ладно, сейчас сделаем перезапуск. Так, ты стой. Одеваем раму. Тут, кстати, бывают проблемы с рамой. А нет, все, защелкнулось. Да, защелкнулось. Все четко сейчас было. Сейчас никаких проблем. Вален, сломал. Ну ладно, без рамы. Рама улетела, он на полу валяется. Ну, на такой арене тяжело с рамой, потому что она цепляется от края арены. Видите, тут есть такие зубчики. Сейчас вам покажу поближе. Неужели космо-волкирия будет нашим новым чемпионом? Да! Обалдеть! Он проигрывает. Но! Смотрите, здесь, видите, на краях арены есть вот такие выступы. И они, об них волчки дополнительно бьются. То есть они тут не сильно разгоняются. Так что, можно на это еще списать. На другой арене могут быть другие результаты. Имейте в виду. То есть, вы смотрите мои видео, но всегда проверяйте все результаты сами потом. Давайте, вот, кстати, мне тут подписчик подарил вот такого волчка. И многие мне писали, что это какой-то супер-пуперский гибрид, выигрышная комбинация. Очень крутой, все просили его подарить. Так что сейчас сниму. Это леопард, видите, тут император Форнеус. В общем, гибрид пипец какой! Да, опять слетело. Теряем драгоценные минуты! Так. Смотрите-ка, они сразу... Я их буду придерживать вот так, чтобы никто не выскочил. Интересно, сможет гибрид намного ниже? Он прям бьет ее под низ. То есть бьет их в пупок, а она бьет ему в подбородок. И что же мы видим? А она все равно побеждает? Мы уже сколько сравнили? Уже пять волчков есть. Ну давайте еще одного. О, ревайн феникса без рамы. Еще одного запустим сюда. Так, ты иди сюда. Тик. Какие же офигенные пускалки. Я вам вообще передать не могу. Вот эти из красного и белого. Они лучше, чем СБ. Вот вы говорите, что это СБ, но они чуть-чуть отличаются от СБ. Опаньки. Так. Ну что, у ревайна есть шанс сейчас. Я думаю. Потому что многие на чемпионатах выигрывают. Тут вы спрашиваете меня, какие волчки самые сильные. Многие, если ревайн феникс разрешен, то многие выиграют ревайн фениксом. Особенно всякими гибридами. Гибрид на фениксе можно собрать вообще офигенский. Так. Ну и смотрите. Мне кажется, он сейчас победит ревайн. Походу ревайн феникс побеждает. Да, ревайн феникс может ее одолеть. Ну, что и требовалось доказать. Имейте в виду. Это прям... А, все, я понял. Тот феникс у меня, который гибрид мой, там неправильный у него стоит драйвер. Потому что я потерял драйвер. Правильный вид, тут какой драйвер. А вот это правильный. И вот видите, он сразу же побеждает. Все. Я могу сделать выводы. Космо. Космо вольтроек. Это офигенно. Берите по ссылочке в описании. Переходите в магазин. Заказывайте. Очень крутой волчок. Теперь начнем сравнение с нашим Визард Фафниром. Где там его пускалка влево? Нет. Кстати, я возьму свою пускалочку. Я обожаю вот эту пускалочку беленькую. Это, по-моему, тоже флеймовская. Да. Да. О. Она очень хорошо запускает. Нет? Плохо запускает? Нет. Все хорошо запускает. Но это не точно. Как раз-таки возьмем Валкирию. Мою мутант Валкирию. Видите, какая она мутирующая. Она объединилась с Бушит Ашуром. И у них родились дети. Валкирия! Вольтроекина! Вот такой интересный бой сейчас будет. О, ну, что я и говорил. Они оба взрывучие. Тут я ничего не могу сказать. Они и этот взрываются, и тот взрываются. Так что я не знаю, кто первый взрывался. На замедленной съемке посмотрите. Напишите в комментариях, кто первый взрывался. Ну. Короче, мне они не нравятся, если честно. Они слабачки. Вольтроек, как всегда, слабачок. А, нет. Это же Вольтро... Это же Фафнер. Блин, я перепутал слово название. Все. Вольтроек. Вот этот мне не нравится. Вот. Единственный Вольтроек, который стоит ваше внимание, это Космо. Вот Космо красавчик. Все остальные Вольтроеки слабачки. Так. Убираем нашего Фафнера. Ну, раз мы погнали унижать Вольтроеков, давайте буду унижать Вольтроеков дальше, и как раз вам докажу свою теорию. Страйк. Или как он там называется? Страйк Вольтроек. Фафнер. Воу! Ничего себе! Вот тебе и слабачок. Взорвал. Он взорвал ее? Вы только посмотрите. Вот это красавчик. Да, если его не разбить, он своими крыльями хорошо взрывает волчки, которые, ну, сильно взрывучие. То есть вот этот, видите, волчок сильно взрывучий. Хожу, сейчас ползаю по квартире, собираю их. Все, нашел. Ну, что-то как-то не айс вообще. Возможно, это, конечно, запускалка так плохо запускает. Давайте я его беру и буду запускать его родной пускалочкой. Да. Возможно, он просто обижается, что мы другой пускалкой его запускаем. Давайте соберу правильно ревайн Феникса. Видите, с кольцом сидела. И как раз сейчас мы его, их и сразим. Сможет ли он его взорвать. Так. Хоп. Феникс! Ой! Да что ж такое? Он крутится на полу. Просто в тот раз я не ожидал и плохо держал пускалку. Она такая тяжелая. Все-таки вот эти тросиковые пускалки, они намного легче. Так. О, все, очень плотно защелкивается, кстати, вот здесь. Кольцо. Так. Ревайн. Ну что ж такое? Говорю плотно. Нет, я хочу с кольцом запустить, стоять. Вот бесит меня это. Что за фигня? Ты же крутился сейчас с кольцом и все было... Вот плотно же застегивается. Один фиг слетает. Может я его как-то цепляю? Вот. Сейчас не зацепил. Осталось только фафнера. О, все. Сейчас я его держал хорошо. Если взорвется, то взорвется. Значит, наш фафнер флашок вот этот. Так. Ну. Взорвется, не взорвется. Скинет ли он свой слой. По идее он крутится в другую сторону. И поэтому должен скидывать с него кольцо постоянно. Но, как вы видите... Ну, не знаю. Ничья, мне кажется, была. Кстати... Ну, он почти взорвался. Видите, я его взял в руки, он сразу развалился. Кстати, да. Его пускалка родной. Он запускается как-то лучше. Меньше взрывается. Так что советую использовать пускалку из коробки, если вы покупаете. Мой любимый золотой вольтроек. А, он крутится в другую сторону. Подождите-ка. А, ну да, все правильно. Все правильно, вправо. Вольтроек! Ставлю! Зорвет? Да, взорвало. Все-таки он ее взорвал. И все разлетелось в клочья. Ну, все, друзья. Я на этом могу сделать вывод. Она задолбала мне взрываться. Что вот это лошпед. Вот это лошпед. А вот это красавчик. Кто писал в комментарии, что вот этот волчок сильнее, тот оказался прав. То есть, все-таки космо-валькирия наша красоточка. А вы ставьте лайки, посмотрите два видео, которые видите на своих экранах. Подписывайтесь на закупочек. Подписывайтесь на инстаграм, на группу вконтакте. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok